Вот такой комментарий мне прислали вместе с Донатом. По-моему, ответ на ваш вопрос очевиден. Единственная задача средств массовой информации – это формировать у граждан правильное с точки зрения государства мнение. Управлять сознанием людей для того, чтобы они вели себя так, как нужно государству, экономически гораздо выгоднее, чем представлять каждому человеку по надсмотрщику. Законопослушный гражданин приносит государству одну сплошную пользу. Он платит налоги и не нужно дополнительных расходов для того, чтобы его контролировать. А вот от тех граждан, которые не хотят соблюдать законы, государству одни расходы. Из-за них приходится содержать целый репрессивный аппарат, который этих граждан ловит, судит и охраняет. Поэтому, если с помощью средств массовой информации удается человеку убедить что-то делать или наоборот не делать, то это получается гораздо дешевле. Ну и еще одна маленькая ремарка. В любой стране и во все времена те, кто находился у власти, всегда в первую очередь думали не о благосостоянии граждан, а о том, как им эту власть удержать. Так было, так есть и так будет всегда и везде. И поэтому средство массовой информации, как инструмент, позволяющий одновременно влиять на сознание большого количества граждан, для сохранения власти, всегда будет использоваться. Продолжение следует. Продолжение следует...